интересная камера с алиэкспресс новинка от джей крафтсман магазин на алиэкспресс многие знают модель джей икс пи пи с 8 f vdm 4x фейс детекшн спой и пить изи камера 12 вольтовое питание и 48 вольт попой и питу пи икс и май икс и маевская камера такой вот новой коробки вот такая может быть а может быть наверное и вот такая или по и вариант или вайфай вариант что здесь у нас до вайфай по и все посмотрим в этом большом видео обзоре сразу подпишись на мой телеграм-канал там я тебе продаю многое что вот показываю на своих видео обзорах и продаю по цене закупки алиэкспресс купил на алиэкспресс показал ты увидел как она работает решил надо тебе или нет и я тебе продаю это все в украине по цене закупки смотрите такая камера интересная какой огромный плюс что люди спрашивали вот такие камеры с двумя объективами только спой и они в основном раньше сли шли чисто вайфай а людям нужно было поеду и чтобы не докупать по и сплиттер люди спрашивали по и вариант на то время по и по и вариантов не было на сегодня есть по и адаптер на отводе от кабеля вот или же 12 вольтовый вариант по стандарту подключивая подключаешь если 12 вольтами суда 12 вольт а суда кабель от роутера смотрите заглушки мягкие резиновые силиконовые толстые просто если вайфай вариант такой камеры то здесь будут антенны вот на картинке это есть в нашем случае по и поэтому здесь заглушки здесь есть и заглушка для карты памяти установки и кнопка сброса заводским установкам также под заглушкой толстая силиконовая ножка чтобы не использовать никакие шпильки если хочешь же сбросить камеру заводу не обязательно открывать даже заглушку будет карту памяти устанавливаю сразу то есть это тот вариант камеры который может работать в твоей большой системе видеонаблюдения с видеорегистратором и видеорегистратору к по и видеорегистратору можно эту камеру подключать одним кабелем напрямую в свободный разъем видеорегистратора по и 48 вольт к по и коммутатору понятно 48 вольт также или одиночным блоком питания 48 вольт 0 5 ампера для питания 1 по и камеры сохраняется видео и аудио с камерой на карте памяти в случае если камера в одиночная у тебя просто одна камера работающая у тебя дома если в систему видеонаблюдения ты ее заряжаешь что будет она хранить видео хранится с нее видео и аудио будет на жестком диске видеорегистратора в этом случае карту памяти не обязательно будет устанавливать карта памяти это чисто хранилище камера может работать и без карты памяти просто в онлайне будешь заходить на нее поворотный вариант так поворотный по горизонтали по вертикали микрофон пластик качественный камера нелегкая динамик сзади здесь также все характеристики дублирующая наклейка xml ская камера 4 мегапиксельный вариант учтите два глаза но не на одной матрице для каждого глаза своя матрица посмотрим на реальную картинку дальше и по судя по объективам стоит широкоугольный 2 и 8 и 36 наверно или нет тут или шестерка 2 и 8 их или шестерка или восьмерка также под хорошими смотрите линзами и есть у нас светодиоды скорее всего все двойного назначения то есть они могут работать как в к режиме так и в белом свечении и кронштейн двухсторонний так сказать использование потолочной отсюда удобно будет камеру крепить и стеновой также отсюда все продумано удобно заходить удлинителем или длинной отверткой или стеновое или потолочное крепление кабель нормальной длины под распред коробку если папа я подключаешь этот разъем 12 вольт мы глушим просто глушим герметично можно дополнительно его еще в термоусадку усадить и муфта на rj45 идет в комплекте с камерой этот разъем ты также можешь герметизировать есть у меня видео по сбору этой муфты кому нужно там отдельно видео посвящал этому есть даже булавка для сброса камеры в случае если если хочешь сбросить без этой без дополнительной на резинке кнопки и элементы крепления которые можно использовать инструкция кстати инструкция другая какая-то и здесь указано приложение для камеры xmi pro вот оно синее кто сталкивался с этим сразу скажу вам кто еще не в курсе приложение xmi xmi pro айси си айси си про и там есть еще какие-то добавки в комментариях кто знает это приложение одноплатформенные то есть ты можешь зарегистрироваться в xmi прошел регистрацию и потом войси си заходишь под своим логином и паролем на свой аккаунт и там у тебя автоматически твои камеры будут находиться но уже в другом приложении айси си xmi xmi pro это в основном приложение для отслеживания видеорегистраторов камера полностью совместима секс и маевским видеорегистратором которому я ее сейчас и буду в общем-то подключать что для этого я взял для первого подключения на столе просто покажу вам кто еще по поя не видел как камеры подключаются для одиночного подключения вот такой вот блок питания 48 вольт 0 5 ампера поя разъем и lan разъем в поя разъем мы подключаем тот кабель который пойдет на камеру чем хорошо поя подключение 48 вольт тем что этот кабель может быть до 100 метров длины в зависимости от его качества хорошая витая пара качественная будет даже больше 100 метров говорят люди работают по 48 вольт ну и зависит конечно многое от блока питания по и коммутаторы есть которые функция extended которые можно пускать кабель от них и 250 метров на камеру поэтому по я такое себе ленивое подключение здесь кабель обжать можешь сам вот будем считать что здесь у нас до 100 метров и второй кабель это кабель который будем использовать от роутера в роутер я свободный разъем подключил ржей 45 это все самостоятельное обжатие витую пару покупаешь и у меня есть видео как обжимать это все также разъемы покупаю все это продается на алиэкспрессе копейки мешочек купил и балуешься от роутера в разъем lan и это все подключаем розетка 220 обычная загрузка скорее всего будет xm как x и майская камера загружается индикация есть на по и адаптере до щелкает фильтрами 2 и к фильтра здесь день-ночь то есть по сути это ну одна камера два глаза не нельзя сказать что это две камеры в одной но две матрицы в одной камере картинку ты будешь получать одну просто смотря с каким зумом ты ее выставил тут плавное переключение между объективами идет в общем то все ну без всяких голосовых даже команд может что-то новое и скорее всего что-то новое я надеюсь что что-то новое в прошивках уже вышло с этими камерами все в общем то вот это вот подключение ты сделал и на камере автоматически включена функция держся пи авто автоматическое присвоение свободного ip-адреса роутером камере то есть она у тебя уже в домашней сети ты можешь искать ее в поиске видеорегистратора если это у тебя видеорегистратор обычный сетевой вот как у меня он также подключен кабелем к роутеру и в домашней сети я включаю поиски нахожу камеру если у тебя будет подключение этой камеры напрямую к твоему по я видеорегистратору то она картинка автоматически уже у тебя будет на мониторе видеорегистратора на свободном канале без всяких поисков x и маевский видеорегистратор жму на свободном канале плюс и автоматический поиск сразу верхняя строка находит камеры которые уже подключены и которые в домашней сети не подключены localhost под вот таким вот домашняя сеть единица но сейчас после двойного клика адаптируется камера под домашнюю сеть у меня 0 вот камера найдена которые подключены камеры засветленные вот то что что не подключена к видеорегистратору затемненная заходил с 16 канала поэтому два раза кликаю по камере и автоматически ip-адрес присвоился камере и связанный применить открываю камеру камера на видеорегистраторе на свободном канале и посмотрите видеорегистраторы x и маевские вот последняя вот недавно я обновил купил новый видеорегистратор и он идет с таким вот функционалом который поддерживает камеры две в одной будет кали картинка делиться на два во вторичном потоке в первичном смотрите автоматически скрывается если ты не пользуешься второй картинкой то скрывается автоматом кликнув раз пока не по картинке появляется возможность зумирования и картинка наверное широкоугольная остается вот так вот происходит зумирование ну более подробно на улице вынесем просто сейчас показываю вот с объектива на объектива переключилась и сразу видно что как картинка становится более резче ну вот такой вот гибридный зум переключение между объективами а здесь у нас остается картинка с широким углом первоначальная основная картинка идет зумированная то есть в новое на этих видеорегистраторах уже есть возможность вот так вот камерой управлять именно зумом вот можно скрыть можно открыть ну и все остальное также раз два три четыре пять эхо потому что два устройства рядом на телевизоре на колонках воспроизводится звук с камеры потому что у меня еще телевизор подключен hdmi кабелем по характеристикам на камеру можно посмотреть его с видеорегистратора полностью совместимость камера икс и маевская видеорегистратор тоже xm производителя разрешение 4 мегапикселя смотрите с возможностью смены разрешения ничего себе 3 мегапикселя едва можно поставить количество кадров 25 а ну-ка применить можно или нет посмотрим формат сжатия и старый и новый есть вот ничего себе вот такие характеристики с камеры перезашел в настройки до число кадров 25 то есть при 4 мегапикселя в 25 кадров в секунду также внешний поток можешь ставить регулировать также с видеорегистратора можно управлять тремя ночными режимами время задержки свечения белого света ставить все здесь можно настройки изображения понятно с камеры если например тебя эта камера заинтересовала но у тебя нет видеорегистратора пока например то ты можешь ее в программу cms или в мс на компьютере поставить и примерно вот это то же самое у тебя там будет все настройки управление запись на компьютер на папку сделаешь отдельно по тревоге все моменты можно делать под тревоги так проверка формы автомобиля нету smart оповещения 16 канал посмотрим что камера ничего себе обнаружение людей и тест лица также фиксацию лиц человека поддерживает уже камера с двумя объективами первая камера которую я встречаю которая поддерживает тест лица с двух камер интересно на большом зуме как она будет фиксировать лица по идее она должна на удаленке далеко вот призумировал ты и там далеко обнаружил обнаруживать и фиксировать лица людей проходящих картинка с камеры на видеорегистраторе то есть на улице вызываю режим этот и зуммирую таким образом можно зумировать приближать картинку но с видеорегистратора я думаю что проще совместить это с поворотами камеры вызываю пятизи установки лево право камера поворачивается вверх вниз проблем нету вверх даже хорошо можно самолеты рассматривать низ под себя полностью смотрит если с высокого этажа ты но сразу скажу камера не дальнобойная поэтому там не думай что с 10 с 20 этажа ты приблизишь на первом этаже человека рассмотришь черты его лица такого не будет камера наверное идеально с пятого этажа может чуть выше но не выше сильно потому что второй объектив реально там или 6 миллиметровый или 4 но то есть не сильно не сильно дальнобойный вот тут зум жмешь и реально уже в этом видеорегистраторе ты можешь зумировать картинку с камерой таким образом зумом это не оптика опять же это переключение между объективами это гибридный цифровой зум вот видишь переключила сейчас она на дальнобойный объектив уже и здесь опять пошло зумирование цифрой с потерей качества видишь картинка мы лица это не оптика это чисто цифра то же самое как ты на смартфоне приближаешь увеличивая картинку свайпами ну вот все и уже хотя много да она то зумирует много но в итоге ты видишь что картинка нечеткая картинка рассыпанная размыленная поэтому приблизить то можно но в большую при при максимальном зумирование четкости особой ты не заметишь вот так вот отлично вот при при таком зумирование небольшом номера можно будет рассмотреть автомобили здесь вопросов нету метров наверное до 40 можно зум использовать дальше уже чисто силуэты автомобилей но даже марку можно но уже номера не прочитаешь но вот что классно что это работает с видеорегистратором и это цифровой зум гибридный камера из-за этого недорогая если тебе нужна камера с хорошим приближением сохранением картинки тебе нужна камера с оптическим зумом с варифокальным объективом а там уже цена разница то есть уже от дешевой она отличается сильно там качественная матрица идет если ты еще и sony закажешь матрицей с варифокальным объективом с хорошим с 30 кратным зумом то она будет туда приближать и картинка не будет сыпаться то есть качество теряться не будет картинка с приложения приложение айсиси на смартфоне многие видели уже я показывал вам такие камеры и тут ну то же самое в общем то что везде с такими камерами также ты можешь зумировать вот таким вот образом с приложения вот все зумируется и также меняется картинка на видеорегистраторе тут ты забрал собой смартфон и можешь заходить на камеру из любой точки мира через интернет со звуком все эти моменты включаешь слышишь звук хорошей из камеры звук улицы проезжающие все также также можешь сказать в камеру вызываешь и говоришь в динамик если я сейчас включу здесь микрофон звук включил и вот сейчас я буду говорить и в колонках телевизора услышите раз два три 4 то есть этот звук на улице этот звук на улице передается из динамика окружающие будут слышать его на небольшом расстоянии но можно передавать какие-то месседжи дальше у нас что здесь значки несколько камер вывести те которые у тебя добавлены в приложение будут как видеорегистратором и камеры не обязательно в одном месте установлены у тебя на приложении можно вывести разные камеры из разных мест одновременно просмотр как в режиме видеорегистратора этой камеру добавил чисто на приложение одиночную три ночных режима ночью посмотрим управление камерой также пип картинку добавить поменять местами выбрать дальний фокус оставить ближний и выключить картинку такие вот возможности предустановки задаешь куда камере сохранить настройку место положения поворот ее сохраняешь и потом несколько картинок кликаешь камера туда автоматом переходит добавить редактировать удалить другие пресеты то есть все это можно настраивать по одному клику камера будет перенаправляться куда ты ей задал круиз-контроль понятно по пресетам опять же начать обход это все пресеты составил закинул их в круиз-контроль и камера по автоматам будет по пресетам двигаться обратный ход 5 но здесь перенастройки если тебе нужно поменять вверх-вниз на эти все моменты альбом на карте памяти сохраненные файлы которые ты сохранишь воспроизведение с карты памяти вот уже есть ролики кликаешь воспроизводишь сохраняешь со звуком на облако также ты можешь камеру добавить если нужно будет хранить на облаке то есть такой вариант камеры где ты можешь и дома ее использовать чисто с регистратором и одиночно ты ее можешь использовать с на приложении она не вайфай кто знает что такое вайфай так люди пошли видите галочка такая треугольничек сверху не рамкой выделяет а по-новому чисто показывает объект на которые она отреагировала ну и включается запись на видеорегистратор на карту памяти по людям поставил по людям по людям будет уберешь людей будет по разным по всем объектам и что в этой камере я заметил нету нету слежения за объектом вот как-то лица они добавили но мне кажется лучше поставили слежение но адекватное опять же если пану было с приближением с использованием гибридного зумирования то было бы классно но по людям то есть пол полица пока люди так не проходили здесь чтобы лица были а нет есть вот кажется 16 канал 11 это я ставил камеру там также за мной смотрела камера с фиксации лица и есть вот какой цель какое-то лицо на 16 вот кажется это вот она шла да вот лицо тест лица сработал и тест человека сработал значки показаны вот видеорегистратор показывает просто будет сохраняться запись по лицу на жестком диске видеорегистратора при сортировке если надо тебе будет по лицам чисто записи просмотреть с камер которые поддерживают функцию фиксации лица у тебя будет возможность просмотреть записи а вот эти картинки это чисто картинки 16 канал посмотреть кто проходил ну какие моменты а именно просмотреть записи это уже в разделе воспроизведение на жесткий диск видеорегистратора надо будет заходить презумировал в отличное качество перешла на второй объектив так а чё она назад или это так задумано может есть настройки ну вот номера читабельный вполне таки супер на ну вот на среднее расстояние метров 20 наверно 30 во вторичном потоке на видеорегистраторе в многоканальном просмотре ты можешь также вот заходить на камеру и выбирать возможность зумирования то есть маленькой картинки может кому-то надо будет но такая возможность есть и смотри какой отличный вариант что картинка презумированная ты оставляешь ее так выбрал как которую нужно и камера ведет видеонаблюдение с аналитикой по людям по лицам именно с этого объектива вот с этой настройки зума сейчас я переключил на 2 ее объектив но вот насколько это кстати мышкой также можно плавно не кликами а колесиком зумирование делать вот такое вот приближение и это во вторичном потоке в многоканальном режиме можно это делать вот так оставил настроил как тебе надо и все камера работает именно по этой картинке камера имеет объектив 36 миллиметров и 8 миллиметров 8 миллиметровый объектив на 8 миллиметровом объективе картинка хорошая четкая более четкая как днем так и ночью вот сейчас ночью с 8 миллиметрового объектива наш на 36 не знаю или же там не не отрегулирован фокус именно механически когда закручивает объектив показывал я вам видео когда-то как резкость увеличить на камере улучшить бывает такие заводские моменты или же так и есть я не знаю вот смотрите перехожу в 36 и чуть-чуть смыливание есть то есть картинка не такая четкая как на 2 и 8 но картинка беспроблемная ночная также в цвет переходит по движению людей или человека определяет переходит в цвет можно по ситуации регулировать и яркость и контрастность камеры цветность все это можно делать если будет дополнительное освещение камера хорошо работает в цвете приблизить вот например освещенный участок перевести ее в цвет и она в цвете отлично работает справляется с цветную цветном изображении ночью если будет у вас улица освещена хорошо вместе установки камеры вот то она даже даже не будет переходить в ночной режим вот отличная картинка именно именно с восьмерки приближенная картинка вообще супер овская ну также лайт светодиоды все это работает помогают они на не на большом расстоянии если призумировать картинку ну на большое расстояние их не хватит наверно метров 10 они 10 чем-то освещают плюс-минус давайте посмотрим работала ли она да вот 16 16 есть по людям также вот сейчас вот переход по человеку в свет и включение светодиодов светодиоды дают такой ореол немного небольшая засветка есть но это видите далеко камера смотрит и их луча не видно здесь если приблизить то есть зум убрать и камеру на небольшое расстояние направить здесь рядом то будет она эффективно светить светодиодами воспроизведение с видеорегистратора поиск по лицу жмем выбираем канал который нужен и число идет поиск и выбраны моменты по лицу то что камера фиксировала лица ролики вот выда выдаются вот на зуме она фиксировала лицо кстати номера нормально все различить можно можно открыть на весь экран можно запись взять можно таким вот цифровым способом кстати даже и черты лица различить можно ну и так же ты тут можешь уже выбирать моменты просто по людям по лицам красные тревожные зеленая это постоянная запись некоторые моменты я включал на постоянку где камера сама не включала на запись можно поставить чтобы и постоянка все писалось и потом ты будешь выбирать то есть вот этими вот этими моментами умный поиск поиск по лицу а поиск по автомобилям если камера поддерживает автомобиль есть уже эксимаевские с поддержкой автомобиля показывал я вам несколько штук то ты будешь выбирать помощью фильтра вот эти за на вито это на жестком диске видеорегистратора на карте памяти сохраняется вот это все то же самое по тревоге что и я вам показал камера пишет по людям а по силуэту человек то есть по фиксации лица функция это работа камеры только совместно с видеорегистратором который поддерживает функцию фиксации лица человека это эксимаевские видеорегистраторы на сегодня все такой вот вариант камеры показал вам все что возможно основные моменты дальше уже решать для себя заказывать ссылку и оставляю на алиэкспресс заходи магазин джей крафтман нормальные цены нормальные камеры и также эту камеру я продаю тебе в украине кто и заинтересовался кому нужно по цене алиэкспресс в telegram заходи там с вами держим связь договоримся всем удачи до следующих видео